Привет! Ну что, ребят, вы имеете полное право забросать меня тапками за такую простятину, но, знаете, у меня бывает состояние, в котором я очень сильно хочу рисовать, но совсем не могу вот что-то прям творить. То есть вот рисование для отдыха бывают очень разные у него цели. Вот это тот случай, когда я что-то рисую для отдыха, и сейчас будет оно. Я беру акрил, можно брать гуашь, большая кисточка больше, а нет, большая и тонкая, большая и тонкая кисточка. Так, салфетки мы берем, вытираем, вот это вот все помыли мы, и поехали. Цвета вы увидели, да, белый, черный и красный. Классика! Мы сейчас все смешаем. Красный, кстати, у меня тот, который дает красивый розовый. Можете брать просто отдельно розовый, не обязательно красный. Ну, в общем, начнем с того, что вот так вот белый мы повсюду. Смотрите, мы сделаем так, как там в право полушарке это делают, так точек понатыкают всюду, понатыкают вот так вот точечек, потом добавят местами красного вот так вот точечек. Но только смотрите, если у вас акрил быстро сохнет, так не делайте, лучше по чуть-чуть подмешивайте в процессе. Если не так быстро или у вас гора, то вот давайте как я. И черного вообще чуть-чуть, вот там чуть-чуть, и желательно сразу возле белого или красного. Белого много, красного немножко, а черного вообще чуть-чуть. Вымываем кисточку или что моем? Не, ну от черного, ладно, от черного моем, лишнюю воду убираем, можно даже прям, наверное, специально вытереть. И теперь погнали, разносить. Ну, да ладно все, так прикольно, когда нанесю же красок, а потом, главное, краски не жалейте, особенно белые для начала, да чтоб было что растирать. Воду, ну, что вам сказать про воду? Вообще, лучше не добавлять, если у вас акрил, но если гуашют, то без воды иногда никуда. Или вот вы там добавили не так много краски, она не растирается, надо добавить чуть-чуть воды. Короче, то ты все растираешь, ты такой, фу, знаете как... В общем прикольно, Прикольно, ну реально отдыхаешь Словарный запас мой, конечно, в последнее время хромает Коварно хромает Я обещаю себе начать читать Вот куплю себе Гарри Поттера Вы меня так заразили там в комментариях Рассказывали, какой он классный, какой он классный И я решила, что я почитаю книгу Раз уж фильм меня не прет, попробую почитать книгу Правда, не знаю, когда это я все эти Видите, если не хватает краски, просто белил Ничего больше не выдумывайте, просто белил добавьте Когда я прочитаю все 8 или 7 частей Сколько их там? 7, по-моему Но начать стоит Так, пока я выучила наизусть сказки Сутеева Стишки Борто и всех-всех-всех Чуковского, конечно же Ну, короче, все, что Василиса меня тренирует Вот оттуда мой словарный запас еще может пополняться Короче, посмотрите, как красиво, ребята Причем цвет можете взять любой Хотите в голубых оттенках, заменяйте красным-голубым Фиолетовым, да, что еще? Зеленый, желтый может красиво смотреть Короче, на это все мы теперь Нет, не плюем Значит, просилась после слова на это все мы плюем Короче, вмоем кисточку Короче, и длиннее Помыли на кисточку И сейчас будет важная задача по размешиванию Не, на черном я не хочу Сейчас на столе пачка Надо куда-то его перевезти Ой, смотрите, что у меня появилось Такие вот заготовки я себе купила деревянные Один сайт нашла, кстати, кому в Украине надо Могу написать, прорекламировать Ну, в общем, классные, недорогие всякие деревяшки Я вам покажу их потом И вот на этой деревяшке я размешаю черную краску Будет у меня такая одна деревяшка, как мини-палитра Вообще, это как подставка под чашки Их можно расписать Но мне просто деревянные уже очень сильно нравятся Черную краску мы размешиваем с водой Чтобы вот это было не чисто черное Ну, можно побаловаться Чуть красного подать Знаете, будет такой, как бы коричневый красный с черным Можно, конечно, вообще баловаться оттенками Но сегодня мне хотелось просто Три цвета и не выдумывать С водой размешали И теперь, ну, можете, кстати, кончиком большой кисти это сделать Или перейти на среднюю кисть Но тонко это будет слишком долго Нарисуем вот одну ветку какую-нибудь Толстенькую Еще одну Ну, и, в общем-то, по толстым веткам это все Ну, ладно, на ветке еще ветка толстенькая Основание прям так ее хорошо расширяете Краска зачем жидкая? Для того, чтобы получались тонкие линии Густой краской тонкие линии вообще невозможно рисовать Поэтому разжидели краску и теперь тонкой кисточкой, да По росту, вот как она растет Вот так нарисуйте Сочиняйте вообще, каких хотите веточек Сюда, сюда, сюда Сюда Вот так Красивенько так Красивенько так Вот когда ты рисуешь не думая Иногда это тоже очень сильно разгружает мозг Это тоже очень Вот есть рисование, в котором ты выдаешь энергию А есть рисование, которое тебе выдает энергию Ну, вообще любое рисование тебе выдает энергию Но иногда нужно в него вложиться Вот это рисование, в которое вот я не вкладываюсь душевно как-то, да Но выхожу после него заряженной За что ему огромное спасибо Ну, как вы понимаете, меня результат вообще очень редко интересует Меня интересует процесс Собственно, ради которого я вот этим всем занимаюсь Кому по пути, добро пожаловать Ветки, ну, давайте вот здесь, чтобы как-то не было так одиноко Кисточка, очень легкие касания И вы увидели, наверное, что я некоторые веточки делаю потолще у основания Да, вот те, которые такие несущие Ну, чтобы они были, чтобы они не отвалились с дерева Они должны быть несущие Ну, и давайте вот здесь какие-то веточки выйдут Для этого надо сразу понимать, где у вас будет луна Вот я себе вообще определяла где-то здесь место Как-то я уже здесь все сильно цветами закидала Здесь Ну, давайте вот здесь ее нанесем, хорошо И как бы там вы уже сразу вокруг луны этой пляшете, да Так, вот так Я не знаю, сколько может быть веток Наверное, это достаточно Но мне очень нравится их рисовать жидкой краской И тонкой кисточкой вот так вот по росту Кисточка практически лежит и что-то оставляет Плюс-минус у всех будет красиво получаться Да, может быть, не самые тонкие местами будут Но у нас же есть секретное оружие, как это поправить Давайте-ка мы берем палец сейчас с вами Берем, макаем его в белую краску А потом этот же палец в красную краску Главное не из красной в белую Потому что белая краска рискует попачкаться, да Так лучше не стоит Или вообще лучше, конечно, на палитру добавлять Но кто же это делает Белый с каплей красной я не делаю И пальцем, пальцем вот так вот Наводим, прям крутим по месту Вот тут покрутили Пошли дальше Мне не хватает красного цвета, а белого хватает Поэтому я больше не набираю цвет Это, кстати, веяние после петриковки Кто смотрел выпуск наш Такой сильно блогерской работы У нас там получилось Мы так прям поснимали, постарались Ух! Ну, в общем, там девушки мне Показали приемы Те, которые просто, знаете, давно забытые для меня Вот, например, метод одной строкой Когда ты набираешь два цвета сразу Как мы сейчас делаем И они что-то там вот как-то смешиваются Получаются цветы Красиво же? Красиво! Давайте я хочу еще немножко черного в это дело подмешать Отдельно на палитру белый, черный, красный Но я их между собой не перемешиваю Я их просто все вместе собрала А черного буквально, ну, мини капелька И вот так Чтобы какая-то серость появилась в этих цветочках Я не знаю, зачем она мне нужна Но, наверное, нужна, раз хочется Да, чтобы какие-то оттенки там были Опять белый Ну, ладно, белый все равно запачкается Такая судьба у него в моих руках Черного вообще чуть-чуть Это может показаться, что его много На самом деле, его там буквально чуть-чуть И то он жидкий И вот эти вот методы одной строкой Где вы поставили И накручиваем вот так по кругу В процессе цвета смешиваются Получаются между ними очень интересные переходы И такой цветок прям сразу Вот это метод для новичка Когда он вообще еще не вкусил Что вообще тут происходит Какие там переходной мазок, непереходной И ты ему покажешь Вот как сделать вот так Или даже ребенку, если бы показать Знаете, как им прикольно Когда рисование, это игра Даже мне прикольно Потому что я сейчас играюсь И смотрю, о, какие-то прожилки И все Я отвлекаюсь И я уже готова дальше к шедеврам Поэтому, кстати Вот то, с чего я вообще рекомендую Реально начинать иногда Даже не просто человеку Который начинает впервые в жизни А человеку, который начинает Сегодня рисовать То есть вот сегодня я начинаю рисовать И я еще не готова сразу там Ботинки, да, в листьях рисовать Так вот, я возьму И Позанимаюсь Ну, в общем, принцип вы поняли Тут вы сочиняете А, я не сказала, куда наносить вообще эти цветочки На кончике веточек, да, где-то Такими скоплениями Отдельными тучками Тут тучка, здесь тучка, там тучка Ну и, конечно, чтобы они были не однотонные И краски не жалейте Видите, однотонные так не очень интересно А если там какая-то белая, черная прожилка Черного вот так вот не надо брать, как я А если уже взяли, то как-то его в серо-розовый замаскировать Потому что, ну, грустно так черно выглядит Так, красно-белый Вот это все не смешанное на пальце Делает такие вот интересные прожилки Главное жирненько Жирненько Чем жирнее, тем лучше будет Ну и немножко покрутили, да, чтобы смешались цвета Но не перекрутили слишком, чтобы они не стали однотонной чачей Самый смак вот в этих вот прожилках, которые у нас сохраняются Ну, не знаю, мне вот сейчас кажется, что что-то какая-то ерунда Может показалось, что это прикольно Ну, мы сейчас посмотрим Если видите, что что-то однотонное Добавьте туда, там, сильно красный Добавьте чего-то белого, да И тоже пару раз крутнули и ушли Сильно не крутим там Такими отдельными точками Ну, не забывайте краску выбирать, да, чтобы щедренько было Нет ветки, не беда Я все равно добавлю цветов Потому что без цветов как-то скучно здесь будет возле Луны Все цветы вот там собрались А Луна как будто Как будто одна на отшибе без цветов Ну, хотя она вообще на отшибе на самом деле Да, но конкретно в нашей картине Нам не нужно, чтобы она тут одиноко грустила Даже простое макание пальцами Это, кстати, еще и пальцетерапия Все дела нам психолога, если запустить вот сюда Так он столько найдет Этому всему делу применения Объяснит вам столько козырей Надо, кстати, можете как-то с психологом пообщаться Вот на тему рисования Что они про это все дело думают Ну, я вам как практик скажу Я, конечно, не психолог Но мне кажется, что я бы Кушечкой-то подвинулась когда-то в жизни Если бы я не рисовала Я не славлюсь крепкой нервной системой Честно А рисование у меня очень ставит на место Всегда Вот просто всегда Это стопроцентно работает Я не знаю, причем Сколько я уже это все сделаю И нет такого, что это наскучило И уже не работает Нет, оно работает всегда и беспроигрышно Любое взаимодействие с краской Иногда особенно вот такое простое Короче, после этого всего я палец вытерла И беру белую краску Просто белую И просто там, где я выбираю себе место для луны Ставлю и по кругу накручиваю Даже если какая-то розовинка там Или серость промигнет Ну, почему же и нет Вот такая вот луна, ребята Я не знаю Этот белый хочется еще где-то накрутить Какие-то такие темные скопления цветов Вот вокруг луны Как бы подсветить эти цветочки Да? Вот так прямо белым Видите, этот по кругу мелко закручивают В розочке Ну, в общем-то и все Здесь долго думать не надо Надеюсь, вам тоже понравится Так же рисовать, как и мне Потому что мне вот уже хорошо И я готова что-нибудь еще Такое же простое Все, пока Спасибо за компанию Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok